Доброго всем дня, дорогие и очень уважаемые видеозрители! Новости у нас сегодня сериальные. Телеканал NBC решил проехаться на зрительской шкуре и пригласил зрителей нести ему свои комедийные проекты. Видимо, надеется откопать пару алмазов в горе Навуза. Кто их знает? Во всяком случае, шоу будет называться Comedy Playground и начнется скоро. Если у вас есть идеи, тащите на шоу. Глядишь немного и подзаработаете. Конкурс обещают начать 1 мая. Время у вас есть. С успехом начался четвертый сезон «Игры престолов». Народ в восторге. Киноканал обещает продлиться сериал аж до восьмого сезона. Тем более, что на пятый-шестой сезона договор уже подписан. Пятый фильм Терминатора еще в проекте. А по нему уже готовится сериал. Нормально? Хорошо наблудивший в блудливой Калифорнии Дэвид Духовный уже получил в той NBC новый проект, который называется «Водолей». Будет играть копа. Феерично закончился четвертый сезон «Живых мертвецов». Ой, любят люди мертвичинку-зомбятинку. Ой, любят. Будет продолжение. Уже точно известно. NBC выпустит новый сериал по старой идее, который будет называться «Остатки». Осталось 2% человечества. И герой начинает выживать в деревне и в одиночку. Как видно, население этой деревни и есть 2% от всего мирового населения. Продлили на третий сезон сериал «Мотель Бейтса». Зря. Можно было обойтись и одним первым. Заинтриговали зрители сериали «Сверхъестественное». Теперь вот публика ломает себе голову, размышляя, к чему такому готов Дин. И почему об этом так многозначительно говорит именно Кроули. Ну, думаю, шестнадцатого узнаем. И Дима Клинток, тот, который играл недотёпу Пита в сериале «Хранилище 13», нашел себе подработку. Он сыграет преступника в сериале «Кассел». Ну-ну. Сэмюэль Джексон вновь осчастливает сериал «Щит» своим присутствием. Ну что же. Неплохо, неплохо. А у нас на сегодня всё. Желаю вам приятного просмотра, всего хорошего и до новых встреч. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok